Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Сергей Чечев, основатель студии художественной татуировки «РЗН Татом». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочу начать, наверное, с того, что раньше, сколько-то там лет назад, для того, чтобы сделать татуировку в нашем городе, ну, было вообще непонятно, что для этого нужно было сделать. То есть найти каких-то знакомых, где-то узнать, как делаются татуировки, куда пойти, прийти и сказать, что тебя послали, да, и, в общем-то, все срасталось. А теперь, в общем-то, ну, мало у кого возникают вопросы, куда идти. Про «РЗН Тату» знают, мне кажется, все. Вот как вы добились вообще такого позиционирования лидерства в нашем городе? Ну, дело в том, что тут все как бы просто. Труд, труд и еще раз труд. То есть главное – это качественно выполнять свою работу. И, соответственно, рекомендации клиентов – это самое главное сарафанное, как говорят, радио, да? Ну, и параллельно какие-то мероприятия. Мы постоянно участвовали и организовывали мероприятия, которые популяризировали вообще саму культуру, ну и, соответственно, нашу студию. Разыгрывали призы, не щадили, скажем так, наше время и ресурсы для того, чтобы люди, ну, как можно больше узнали, в первую очередь, о студии, конечно. Ну, а потом уже параллельно идет как бы сама культура татуировки. Только так это возможно. Ну, соответственно, конечно, есть такая очень удобная вещь в наше время – это СМИ, да, и интернет. Путем, там, элементарных вычислений и соображений все это доступно. Есть телевизор, есть компьютер и социальные сети. То есть все это просто, как говорится. И набирает только обороты. И сейчас довольно-таки несложно сделать себя, в общем-то, именно известным. Только самое главное, чтобы известность была в хорошем смысле. То есть проблем в этом не состояла. Основное – это, конечно, качественная сделанная татуировка. То есть чтобы люди, которые сделали ее, они пришли еще раз и позвали своих там знакомых, друзей, родственников, как бывает постоянно. Вот, кстати, а еще раз давайте вот какие-нибудь мифы развеем или наоборот утвердим. На самом деле считается, что если человек один раз сделал татуировку, он будет делать их дальше, 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 пока на нем места живого не останется. Ну, знаете, я считаю так, что если человек склонен вообще как-то внутренне к тому, чтобы сделать татуировку, то он готов, мне кажется, забить большую часть своего тела изначально. Просто он нерешителен в этом, потому что ему кажется, это настолько серьезный шаг, и пока он не сделает именно первую. А когда он сделал первую, то, как говорится, уже зашел в реку, то можно и всему окунуться. Чаще всего, конечно, происходит именно так, что люди сделали, и им хочется еще симметрию какую-то, немножко побольше, немножко там поярче, и глубже начинают смотреть в саму татуировку, потому что это главное, это символика. Для каждого человека она значит свое, то есть я имею в виду клиентов. Тот, кто смотрит на нее, он видит просто картинку, он не может прочитать, что в ней написано для этого человека, непосредственно который обладатель татуировки. Поэтому люди начинают думать о тех вещах, которые бы они вложили в следующие свои работы, то есть татуировки, которые на них будут. Ну и, соответственно, фантазии им нет предела, это шевелит ее, в общем-то, очень сильно. То есть то, что татуировка – это не просто картинка, а еще некий смысл, это на самом деле так? Конечно, конечно, это может быть зачастую как раз-таки первая татуировка, она вот делается для того, чтобы попробовать этот момент, насколько там кому-то больно, кому-то страшно, что скажут окружающие, и все это их гнетет, социальная среда как раз-таки. Но в итоге, когда они понимают, что ничего страшного не происходит, все тоже осталось, и он остался, или она тем же самым человеком, и люди вроде там не кусаются, и с палками не бросаются, люди начинают просто свободно мыслить об этом, ну и получают, чего хотят. Кстати, больно тоже, да? Известный такой миф. Ну, это, в общем-то, не миф, это так и есть, то есть татуировки делать неприятно, и, можно сказать, больно, но дело в том, что тут ты идешь как бы на жертву, просто если бы татуировки еще и не больно было делать, и бесплатно, то все ходили бы как в разных непонятных вообще рисунках, потому что как раз-таки и ее стоимость, и вот эти вот ощущения неприятные, они подталкивают человека к тому, чтобы он серьезно подумал, и не один год о том, что он хочет вообще на себе сделать, потому что нужно терпеть, и нужно еще, грубо говоря, заработать на это дело, поэтому это и стоит, в принципе, недешево, ну, учитывая то, что, конечно, все расходники, они тоже весьма недешевые. Вот в наше время, кстати, мне кажется, ну, больше, наверное, все-таки людей с татуировками, чем без. Ну, не знаю, как-то вот так вот складываются обстоятельства, и действительно, наверное, что больше удивляешься, когда встречаешь человека, и как-то так у него нет татуировок, да? То есть это настолько популярно сейчас стало? Ну, вообще, есть, конечно, такие тенденции, что люди уже там, кто-то там готов бить на бату, что вы с собой делаете и так далее. Мне кажется, просто я не проводил таких аналогий, для меня, ну, грубо говоря, если человек без татуировки, то он просто, скажем так, у него смелости, что ли, не хватает это сделать на себе, потому что он боится определенных там, опять же, социальных влияний. Но это, опять же, заблуждение может быть, это мое личное мнение. То, что много людей сейчас делают себе татуировки, это факт, и это огромное количество, конечно, и студий, и открылось, и мастеров появилось, и уровень сам возрос, индустрия вообще растет. Ну, как бы, я только могу радоваться этому и вообще кивать, да, с улыбкой. Да, сейчас татуировки тренди, как это модно говорить, не люблю это слово, но оно привязывается. А вот недавно, кстати, в апреле в городе, в нашем тату-феста проходило, принимали участие, я полагаю. Да, конечно, принимали участие. Кстати, мероприятие прошло довольно-таки хорошо, в плане организаторы добились, чего хотели. Номинации были хорошие, мастера себя показали в основном только с лучшей стороны. Меня это очень приятно удивило тоже, потому что все время зарываешься в работе, в своем каком-то мерке, и мало даже хватает времени для того, чтобы просто узнать, чем дышат там коллеги. И мне действительно было приятно посмотреть, на каком уровне у нас сейчас вообще в городе татуировка. Очень приятно. И, конечно же, студия там наша была, как говорится, в первых рядах, и мы там старались как можно помочь организаторам, хотя бы там где-то чуть-чуть делом, побольше словом. И я очень рад, что у нас такого плана проходят организаторские всякие мероприятия, просто мероприятия. И это очень хорошо, потому как раньше приходилось только самим все делать. То есть провести вот такого плана фестиваль было тяжело, потому что было очень мало студий, и все в основном как-то по домам там где-то сидели. А сейчас студий много, и все это напоминает уже такой праздник, действительно, там что-то подобное конвенции. Какие-нибудь еще мероприятия проходят, либо планируются? Конечно, планируются. Хочется очень много всего сделать. Вот буквально через пару лет нашей студии будет 10 лет, и мы будем праздновать, и это, я надеюсь, на, как говорится, широкую ногу. Тоже привлечем очень много разных субкультур и интересных людей, коллективов. И планируется постоянно что-то. Постоянно что-то, какие-то идеи, они предлагаются мною там. Все это дело переваривается, обмусоливается. Есть смысл, нет смысла. Но какое-то время я, конечно, немного остыл к мероприятиям, которые двигали непосредственно к культуре. Потому что люди, вот как раз это была эпоха, когда люди получили себе интернет в доступности, вот как раз-таки там на каких-то таких карманных девайсах. И люди перестали просто приходить на мероприятия. Они там смотрели видео, там потом в каких-то соцсетях, и это им было достаточно. И я так немножко загрустил, что же это такое происходит с людьми. Но сейчас все по-другому. Все равно нужно вытаскивать как раз-таки людей из своих планшетов и компьютеров, чтобы они приходили и вживую все видели. В общем, жизнь налаживается. Но главное, да, смотреть в светлую сторону. Вот, Сергей, еще кратенький, прям самый главный совет человеку, который, ну, может быть, думает, делать тату или нет. Думать. В первую очередь думать, еще раз думать. То есть торопиться в этом деле не стоит. Стереть это намного тяжелее, чем сделать. И лучше потратить год-два на как раз-таки размышления, если есть какие-то сомнения, чем нежели идти на веянии какой-то там очень хорошо сделанной фотографии в какой-то, опять же, соцсети увиденной, и бежать сразу это делать. Лучше посоветоваться с мастером, а может быть, даже не с одним. И как бы лишний раз потерпеть, действительно, переждать момент. Потому что часто бывает, что люди как бы не совсем обдуманно подходят к этому. Ну, думать на самом деле вообще полезно. Думать, да, полезно. Спасибо вам, Сергей, огромное. И нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Сергей Чечев, основатель студии художественной татуировки «Эрзен Тату». Это программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok